Всем привет, меня зовут Игорь и уже очень давно я занимаюсь ЧПУ. Также я очень активно пользуюсь программой ArtCam. И в этом видео хотел бы вам показать основы использования этой программы. Итак, для того чтобы начать работу, мы нажимаем новая модель. В окне у нас появляются настройки. Итак, мы можем настроить ширину по иксу и высоту по игроку. Я ставлю 200 на 200 миллиметров. Также мы выбираем нулевую точку координат. То есть в данный момент стоит центр. Также нажав на любой из углов, либо по центру, мы можем выбрать любую другую точку координат. Я ставлю центр. Также следующее у нас идет разрешение. Разрешение никак не влияет на растровую и векторную графику. Разрешение влияет исключительно на 3D модели, либо 3D моделирование, как вам удобно. Также дальше у нас идет единица измерения, миллиметра или дюйма. Ну я думаю, что многие пользуются в миллиметрах. Значит, мы побольше остановимся на разрешении. А именно на том, что некоторые утверждают, что разрешение очень сильно влияет на время обработки 3D моделей. И в данный момент мы это рассмотрим. Значит, импортировал я деталь с самым высоким разрешением. И мы видим, как отчетливо видно все, очень такие гладкие все углы. Также мы можем увидеть самое низкое разрешение. Мы видим, какие очень острые все углы и какое отвратительное разрешение. Вот тут будет видно наглядно. Так, теперь мы рассмотрим время обработки. Значит, я уже создал полностью траекторию обработки. Траектории будут полностью идентичные, как и в модели с плохим качеством, так и с хорошим. Значит, смотрим сводку о траектории. Траектория у нас идет с хорошим качеством. 1 час 54 минуты и 1 секунда. Ну, 1 час 54 минуты. Остановимся. Быстрый ход. И коэффициент у нас одинаковый. Значит, теперь просмотрим с плохим качеством. Значит, с плохим качеством у нас получается 1 час 50 минут. То же самое 10 тысяч и коэффициент 1. Все одинаково. Значит, 1 час 50 минут. То есть, на 4 минуты меньше получается. Но если в процентном соотношении, то это всего лишь будет около 2-3%. Это совершенно, я думаю, 2-3% это очень мало. То есть, и там 4 минуты это тоже мало. Как бы к 2 часам, если равнять. Но к этому есть объяснение. Поскольку здесь очень плохое разрешение. И фреза проходит, она не слазит вот эти вот узкие каналы между цифрами или между какими-то частями модели. Она просто проходит мимо сверху. И то есть, она укорачивает свой путь. И из-за этого уменьшается время обработки. Незначительно. Это всего лишь ноут. И значит, как это будет выглядеть наглядно. Наглядно это выглядит вот так вот. Значит, мы видим здесь плавные линии. Плавные линии. И фреза не заходит в эти углубления. Здесь вот очень-очень мало. Значит, теперь рассмотрим хорошего качества. А в хорошем качестве мы можем увидеть, что фреза заходит. И она и заходит так же сюда, и так же сюда. И из-за этого она тратит время. Но время незначительное. Всего лишь какие-то 4 минуты. У нас получается модель 200х200. Так что, мы опровергаем этот факт. Следующее, о чем я хотел бы рассказать. Это интерфейс самой программы. В самой верхней части мы видим панель меню. Так же с левой стороны и сверху мы видим панель инструментов. И вот эти вот маленькие значки, это все команды. Вот это вот отдельные части, это панели команд. Значит, редактировать мы их можем через настройки. Нажимаем правой кнопкой мыши и в самом низу настройки. Значит, здесь редактируются команды. Вы можете как добавлять, так и убирать их. Например, нажимаете на команду, перемещаете ее, и она удаляется. Так же вы можете ее вернуть обратно. То есть, мы только что удалили растер, функцию очистить. Мы ее возвращаем обратно и можем добавить ее в любую панель инструментов. Так же вот, например, мы ее поставим сюда. Так же вы можете добавлять панели инструментов. Значит, например, мы добавим панель инструментов в симуляцию. Вот она у нас перенеслась сюда. Так же мы ее можем переместить в любое удобное для нас место. Так же был когда-то у меня один случай, когда я нечаянно удалил проект. Значит, в проекте вы можете увидеть всю информацию о вашем проекте. О разных векторах, растрах, траекториях и так далее. Значит, нечаянно я взял и удалил проект. И не знал, как его поставить обратно. Я нажимал, там что-то пробовал. Значит, для того, чтобы вернуть функцию проект обратно, вы нажимаете правой кнопкой мыши на верхнюю часть экрана. И с самой нижней части вы видите проект. Вы нажимаете на проект, и он обратно появляется. Так же вы можете проект переместить в верхнюю часть, в нижнюю, левую, там, например, в правую, как он по стандарту стоит. Так же очень важным фактором настроить быстрые клавиши. Они очень помогают в работе. Я очень часто пользуюсь функцией преобразовать. Но поскольку постоянно нужно мышкой заходить туда, нажимать, преобразовать, а если нужно это делать каждые 2 минуты, то это очень долго. Я себе сделал быструю клавишу Ctrl-X для преобразования. Так же я здесь могу спокойно преобразовать. А если мне не понравилось, то я быстро раз и сделал все обратно. Для того, чтобы настроить быстрые клавиши, мы нажимаем правой кнопкой мыши сверху экрана, переходим в настройки, нажимаем клавиатура. Здесь мы выбираем категорию. Пример, категория для преобразовать. У нас будет правка. Мы выбираем правка. Также здесь ищем слово преобразовать. Вот преобразовать. Мы нажимаем на него. И у нас здесь текущее значение. Мы это значение можем удалить и добавить заново. Нажимаем на новое сочетание клавиш и добавляем Ctrl-X. Если это значение будет присвоено какой-то другой команде, она вам подскажет, что эта команда уже присвоена. Назначить. Так же о чем я хотел бы рассказать. Это то, что не все замечают. И я тоже заметил это не с первого раза. Это вы можете обратить внимание в нижнюю правую часть монитора и заметить, что когда вы перемещаете мышь, то у вас перемещается координата. Так же вы с таким способом можете отслеживать в какой части координат присутствует ваша мышь. Поскольку у нас Z по центру, и вот видно, что центральная часть это у нас 0. Так же очень хорошо для того, чтобы не пользоваться постоянно измерением для того, чтобы не мерить какой, например, у нас квадрат сколько на сколько 150 на 150. Мы можем просто выделить его и мы будем видеть в нижнем правом углу, что у нас по X и по Y 150 на 150 миллиметров. Так же очень важным фактором влияет пользоваться выделением. Если вы пользуетесь выделением справа налево, все, что попадает под выделение, даже своим краем, автоматически выбирается и выделяется. Если вы пользуетесь слева направо, вы выделяете исключительно те предметы, которые попадают полностью в прямоугольник вашего выделения. То есть, вот в данный момент у нас попадает только шестигранник. Так же мы можем выделить, например, просто квадрат с шестигранником без участия круга. Так же хотел бы вам показать, как можно элементарно перемещать фиктора, например, по одной оси. То есть, когда вы его выбираете и перемещаете, то он перемещается во сбоку, влево, вправо и это очень удобно. Вы можете перемещать его с помощью клавиши Alt. Вы нажимаете Alt и перемещаете его исключительно по одной оси в любую сторону. Вверх, вниз, лево, вправо. Так же для того, чтобы копировать, вам не нужно нажимать постоянно Ctrl-C, Ctrl-V выделить, вставить. Вы можете просто нажать Ctrl, нажать на вектор и переместить его и он у вас автоматически копируется. И так же можете перемещать его сколько угодно раз. Если вы хотите, например, копировать и переместить его по одной линии, вы можете нажать Ctrl-Alt одновременно и вы его переместите по одной линии, копируя несколько раз. Так же пройдемся немного по интерфейсу. Значит, здесь функция выбрать. Это то, что мы делаем в данный момент. Так же функция редактирования узлов. В редактировании узлов вы можете изменять точки в векторе. А так же вы можете создавать новые точки. Для того, чтобы изменить, вы просто тянете за одну точку и она изменяется. Для того, чтобы создать новую точку, вы нажимаете по средней точке и создаете две точки по бокам. Следующая функция у нас будет преобразовать. Для того, чтобы активировать эту функцию, вы выбираете вектор, нажимаете функцию преобразовать. Здесь мы можем масштабировать размеры. Можем масштабировать пропорционально. Либо можем убрать замочек и масштабировать отдельно по высоте либо ширине. Так же мы можем менять положение центра либо поворот. следующее функция будет измерение. Измерение по двум точкам. Вы можете измерять вектора. Первая точка это будет точка привязки. Вот она. Так же здесь вы видите расстояние и угол. Угол у нас в данный момент нулевой. мы можем создать ради интереса вот у 48 градусов. Сейчас мы рассмотрим векторную графику линия. Если просто нажать и потянуть то вы создадите ровный отрезок линии. но если вы нажмете и будете держать тогда вы создадите кривую линию. Так же вы можете создавать линию от точки к точке выбирая значение. Здесь вы можете видеть настройки вашей линии. следующий у нас квадрат либо прямоугольник. Тут можно выбрать прямоугольник либо квадрат. Но я думаю тут все будет понятно. Вы можете создать также квадрат высота ширина например мы пропишем 65 миллиметров также пропишем радиус 10 центр положения выберем по нолям угол выберем 45 градусов 45 градусов и вот также для того чтобы вам выцентровать какой-либо вектор по центру вашей модели неважно от того с какой стороны у вас находится нулевая точка вы можете нажать клавишу F9 если даже у вас какой-то неровный вектор например предположим ну такой вот то все равно у этого вектора есть свой центр и он отцентруется ровно по центру также я хотел бы рассказать вам как можно активно пользоваться арткамом создавая несколько вкладок например у нас есть вкладка номер 1 и у нас есть вкладка номер 2 вот они две вкладки и например вы создаете что-то вот наподобие таких вот рамок да и вы создаете их очень очень много но в каждой рамке должен например повторяться одно название но например текст здесь должен быть везде другой и вы можете просто копировать его с одной вкладки и перейти на другую вкладку и здесь когда вы вставляете то текст перемещается в те же самые координаты в которых он был в предыдущей вкладке также следующее что я хотел бы рассмотреть это как открыть дополнительные функции вы просто нажимаете правой кнопкой мыши вот у вас был создание окружности также вы можете создать эллипс рассмотрим следующую функцию волшебная палочка она создана для того чтобы создавать вектора по цветам изображения либо по высоте рельефа итак в данный момент мы имеем здесь рельеф высоты рельеф одной высоты и мы просто нажимаем на высоту этого рельефа и у нас автоматически создается вектор этого рельефа следующая функция которую я хотел бы рассмотреть это функция текста функция текста тоже очень простая но есть некоторые нюансы например хотим создать мы текст мы берем создаем текст но некоторые люди потом по незнанию не могут его отредактировать они пытаются нажимать что-то здесь и ничего не меняется но для этого нужно всего лишь выделить текст и так же вы можете менять все настройки здесь также выбор по кривой либо изменение текста я считаю что этого было достаточно а вас хотел бы попросить подписаться на канал и я обязательно сниму для вас интересные видео по этой теме если есть какие-то вопросы пожалуйста задавайте их в комментариях